Незадолго до эстафеты своими ожиданиями и эмоциями поделились наши съемочные группы прославленные олимпийские чемпионы. Они, как никто другой, понимают значение этого события. То, что сегодня огонь будет у нас, это в какой-то степени мы олимпийские чемпионы заслужили, чтобы он прошел здесь. У нас очень много здесь чемпионов мира, олимпийских игр. И каждая победа, она запоминается надолго, ну на всю жизнь. А еще она дороже тем, когда земляки помнят об этих победах и говорят своим детям, внукам, вот ребята эти смогли и выдавайте. Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам. Герой России Лариса Лазучина отметила, что для пришедших на праздник детей есть все условия, чтобы стать чемпионами. Чувство радости в первую очередь. Я думаю, что самое главное, здесь очень много детей. Если мы сейчас посмотрим вокруг, и они пришли своими мамами, папами, близкими, бабушками и дедушками. Я думаю, это наше будущее. И спортивное будущее. Абсолютно разное. Но я думаю, что самое главное, что это хорошее будущее. Затем Олимпийский огонь начал свое триумфальное шествие по улицам города. После завершения этапа эстафеты, которой бежала заслуженная учитель Российской Федерации, а сегодня почетный факелоносец Гильда Бота, возник настоящий ажиотаж. Гильдии Александровне было не подойти. Первого факелоносца Одинцовского района обступили дети. Школьники активно фотографировались. Слов нет. Вот переполняет вообще эмоции. И очень трудно выразить. Это и счастье. Это гордость. Гордость за Россию. Гордость за Подмосковье. За наш город Одинцово, что выпала такая большая честь. В общем-то, из 70 с лишним территорий, да, только 4 выбраны. И город Одинцово в том числе. Я хочу поблагодарить всех жителей Одинцова. В первую очередь, своих коллег, учителей, которые сегодня приходили вместе со школьниками приветствовать, поддерживать не только меня, но и всех факелоносцев. Сразу после передачи Олимпийского огня своими впечатлениями поделилась с журналистами фигуристка Оксана Домнина. Очень необычное такое ощущение радости и волнения. Для меня это родной город. Я здесь 10 лет протренировалась, поэтому я безумно счастлива, что я здесь бегу. Максим Шибалин сравнил эстафету Олимпийского огня с выступлением на соревнованиях. Приятно видеть такое единение. И то, что люди ждут Олимпиаду, это видно, это чувствуется. И мне кажется, Олимпиада у нас получится. Это волнительно, и я предчувствовал это волнение, но, конечно, все равно к этому невозможно подготовиться. И когда этот огонь подходит, то тебя хватывают такие чувства, что с ними сложно справиться. Но это радостные чувства. Завершал эстафет Водинцова прославленный чемпион по фигурному катанию наш земляк Александр Горшков. О своих впечатлениях он рассказал уже со сцены. Мне сегодня выпала огромная честь завершать эстафету Олимпийского огня в нашем, я не могу сказать, самом спортивном городе Подмосковья, в самом спортивном районе Подмосковья, в Водинцово. Руководитель района отметил высокую организацию праздника, а также обратил внимание на погоду. Олимпийский огонь, который сегодня был на территории города Демцово, развеял даже и тепло ваших душ, развеял даже те тучи дождевые, которые были у нас вначале. Обратите внимание, даже вышло солнце. Это говорит о том, что мы ждали этот Олимпийский огонь, мы к нему готовились. Вы знаете, сегодня здесь, на этой сцене, не все присутствуют наши олимпийские чемпионы. Но поверьте, когда Олимпийский комитет из городов определял, кто будет доверен такой высокой ответственности, то определили город Одинцово, потому что у нас такие великолепные спортсмены. Покинув Одинцово, Олимпийский огонь отправился дальше, в подмосковный город Красногорск. Рустам Агишев, Петр Горохов, Евгений Муравлев, Артем Ломоносов, Константин Королев и Алексей Орлов, телекомпания Одинцово. Пестофету принимает город Красногорск!